здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодняшнее видео у нас из разряда полезностей вот я на этом детском жилете столкнулась с вязанием в круговую полупатентной вязкой вот и сейчас хочу вам поделить с вами поделиться одним секретиком этого вязания как проще всего в круговую вязать полупатентную резинку вот самый главный секрет я совершенно случайно вы знаете скажу правду не пользовалась этим вот совершенно случайно у меня так пазл сложился именно в этом жилете и мне пришлось как бы вязать по изданке и тут же тут же меня осенило вот вот он самый идеальный способ потому что еще хотела показать вам как вязать полупатентную круговую изнаночную на ряд ниже но нет вот он сам объявился и так первый ряд девчонки мы обозначаем маркером начала ряда если мы вяжем вот в круговую первый ряд просто резинка один на один классический вариант ну то есть резинка один на один при полупатентной резинки и так целый круг мы вяжем то есть один ряд и так один круг я провязала резинка и видно да девчонки понятно да что я имела ввиду мы вяжем вид на изнанке как бы держим себе изнанку а лицевая сторона у нас остается сзади вот и второй ряд классическая полупатентная резинка изнаночную мы провязываем лицевую провязываем на петлю ниже если бы мы вязали по лицу то есть мы все делаем точно так же как мы делали при вязании полупатентной резинки но с единственным отличием что мы вяжем по изнанке если бы мы вязали по лицу то есть вот вот так вот Нам бы пришлось изнаночную вязать на ряд ниже, что не совсем удобно. Вот поэтому такой способ самый простой и самый оптимальный. Ну, в принципе, и все, девчонки. На сегодня все. С вами была Вика из Школа Рукоделия. Всем пока-пока!